Ну что ж, бой с Чимаевым, тот бой, который в этом году теперь уже стал знаменитым из-за того, что Хамзат высоко поднялся, то есть теперь все про него говорят. Я же правильно понимаю, что, в принципе, фаворитом до боя был скорее ты, чем он? Да, да, конечно, я сам был стопроцентно уверен, что пройду его, потому что, я не знаю, я более уверенно шел, но сама, сейчас что оправдывается, да, в тот день это был его вечер, но сама, я думаю, я больше не буду гонять на этот вес, сама эта сгонка, килограмм двадцать согнал, это меня конкретно подорвало, потому что вот сейчас во время боя у меня 91-92 килограмма, тогда у меня 83-84 килограмма было во время боя, я думаю, это огромная разница для меня и в физическом плане, и во всем, но случилось то, что случилось, сейчас, что это, воротит сзади, назад воротится. Что скажешь о его борьбе, потому что он так и не смог тебе перевести? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Другой друзья, очень много Tuоiz. Другой девちゃん всё reader сделал DimaTorzok too. Субтитры сделал DimaTorzok. конкретно, потому что он много сил отдал, постараясь повалить меня. У него не получилось. Я уже, значит, что и бывает, и так бойцы в таких моментах сильно подседают. Я уже хотел только темп набрать, пойти на него, уже первым номером переключиться. Я слишком открыто пошел на него и в результате пропустил, короче. Ну, это там, там вот прям видно, что ты хотел зарубиться. Да, да, по нему видно было. Ну, так и бывает всегда. Он в начале сразу пошел, 2 минуты темп дал, у него не получилось, он чуть подсел и, короче, вот так получилось. Все, да. Вот, слушай, ну, я правильно понимаю, что вот, на твой взгляд, уровень борьбы у Хабиба, ну, потому что сейчас же ведь сравнивают, там, Чимаева и Хабиба, там, и так далее. Он все-таки еще намного более высокий. Ну, конечно, это что, Хабиба, Хабиба, это сколько лет уже пока Хабиба, это чемпион мира. Чимаев даже десятки ни с кем не подрался. Десятку попадет в десятки, по цене, если он будет выигрывать, тогда он будет же состоятельным бойцом. Чтобы сейчас, думаю, сравнивать его с Хабибом, это, я думаю, неправильно получается, потому что Хабиб, это первый номер в мире, он, этот парень, всех самых лучших бойцов мира переиграл, выиграл, досрочно, тем более. Поэтому еще Чимаева еще работать и работать на него, я думаю. Как ты чувствовал себя после боя? С Чимаевым? Да, потому что часто же такое бывает, что после таких нокаутов там люди не помнят, что случилось. Не-не, нормально, я пришел с себя, я все осознавал, все хорошо было, я пошел в голову, проверил тоже, у меня там никаких сотрясений, ничего не было. Я же говорю, эта весогонка меня сильно подорвала, я пошел, перерезал 2-3 месяца и же заново начал тренироваться, готовиться к концу года, уже бой сделал, такого, чтобы я там сильно подорвался, такого нету. Просто я понял, да, что это полуседняя СВА категория, это не моя, слишком много пытается гонять. Хамзат рассказывал, что заходил к тебе в раздевалку, извинился даже, то есть за эту ситуацию. Ну, это бои, это бои, там многие люди тоже раскачивают, там ударил, мы вышли драться, там что, ударил, ударил, добил, добил, мы вышли драться, то же самое могло случиться и со мной, и с ним, пацан выиграл, что сейчас сказать, выиграл, выиграл, да, сейчас, там, чтобы я на нем какое-то зло держу, такого нету. Это бои, мы вышли драться, мы же мужчины, это вид спорта такой. Но добивания там, кстати, не было, то есть там он успел тогда руку убрать. Я не помню. Не помнишь, вот это уже, я понял. Ну, ты слушай, реванш с Чемаевым, ты бы хотел в эту историю? Честно, как спортивный интерес, это бой моей мечты. Ха-ха. Да, именно, но его весе я уже не смогу согнать, на 77 килограмм. Ну, слушай, но он в среднем весе, у него же два боя в среднем весе, в UFC. Да, да, именно в среднем весе, честно говоря, вот это было бы, да, интересно было бы подраться с ним. Интересно было бы, ты что, это, как говорится, бой мечты, да, такой. Хотелось бы. Для того, чтобы он состоялся, тебе нужно попасть в UFC, само собой. Да. Да, да. У меня сейчас по контракту еще один бой, я думаю, он будет за поезд сейчас в Брейбе. И пройти этот бой, я думаю, дальше уже будет видна перспектива, уже смогу я и в UFC, мне сейчас этот бой надо мне следующий пройти. Постараюсь, в конце года провести этот бой. А кто там чемпион, кстати, сейчас в Брейбе в среднем весе? Вот сейчас ливанец один выиграл, Мохаммад Фахаддинис один, такой возрастной боец ливанец. Вот он сейчас поезд выиграл на АТС. Пока после меня, у меня претендентский бой был, у него за поезд бой был. Одного хорошего бразильца он выиграл в четвертом раунде. И сейчас, сейчас посмотрим, короче. Надеюсь, у вас будет бой. Ну, то есть, если все хорошо сложится, то нацеливаться будешь на переход в UFC. Да. Но тут, конечно, тебе, я думаю, нужно болеть за Чемаева, в том плане, что если Хамзат на хайпе будет. Да, конечно. Непосредственно, непосредственно. Я ему желаю только победы всегда, потому что пацан молодец, пацан старается, чтобы как-то на него зло держать или как-то чего-то, чего-то у меня такого нет. Всегда, честное слово, всегда ему победы желаю, чтобы он до чемпионства тоже дошел, я желаю. Молодец он. Ну, он молодец, конечно, и в том плане, как себя стал раскручивать, то есть вообще позиционировать, что все это. Конечно, он дерется, надо отдать ему должное, он дерется, что три месяца, три боя сделать, это немало стоит, я думаю, тем более, ну, и Согонка тоже была. Молодец. 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 Молодец.